Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! Сегодня решил снять еще одно видео про свою пенотифиду. На сегодняшний день, уже полтора месяца, как данная партия веток живет в моем аквариуме. Но все равно, состояние у них очень плохое. Две ветки, которые были поставлены на корягу, уже успели пропасть. И осталась одна единственная ветка, которая была поставлена на грунт. Ну, как я ранее говорил, конечно, состояние у нее очень плохое. Что с ней происходит? Точно так же, как и прошлые партии этого растения, она начинает сбрасывать листья. Начинает она сбрасывать с нижних листьев и постепенно до самых верхних. Сейчас осталось два листа на этой ветке. И то один из них в довольно плохом состоянии. Я думаю, что он тоже обречен. Ну, второй лист вроде бы как живой. То, что касается позитивных моментов. В прошлом видео я уже показывал. Покажу еще раз. В нижней части этой ветки, где она установлена на грунт, у нее появились молодые отростки. Так, привкушая сразу замечание по поводу того, что у меня не хватает макро, потому что на листьях буцефаландры есть дырки. Я вас поспешу успокоить. Этот коз я купил совсем недавно. И дырки на листьях уже присутствовали. Так что макроэлементы вносятся у меня по норме. Так, далее. Внизу на этой ветке появились небольшие отростки. Я сейчас попробую вам их показать. Вот, я думаю, так их видно. Ну, дело в том, что они находятся в каком-то замороженном состоянии. То есть, они появились и прогресса никакого нет. То есть, они не растут. Ну, понятное дело, что это растение я брал из аквариума, где оно росло в воде из-под осмоса. У меня обычная вода из-под крана. Что я буду делать дальше? Ну, во-первых, я не буду сдаваться. У меня есть еще несколько козырей в рукаве. С завтрашнего дня я начинаю вносить одно из своих комплексных удобрений. В котором, кроме микроэлементов, есть и макроэлементы. Причем азот там находится в двух формах, наиболее доступных для растений. Кроме того, кроме микро и макро, в этом удобрении есть также витамины. И самое главное, в нем есть аминокислоты. Которые помогают растению потреблять все необходимые элементы. Я надеюсь, что после начала внесения этого удобрения, пенотифида откликнется и тронется в росте. Ну, у меня есть еще время провести такой эксперимент. Потому что эта ветка еще жива. Возможно, также в дальнейшем еще понадобится дополнительное внесение калия. Потому что данная гиграфила любит, чтобы калия было в достаточном количестве. Но калий вносить пока не буду. Нужно делать все постепенно, а не лить в аквариум все сразу. Через какое-то время я сниму еще одно видео, в котором покажу, что у меня из этого получилось. А на сегодня это все, о чем я хотел вам рассказать. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Я буду стараться снимать побольше познавательных видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал.